Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. Сегодня мой разговор коснется темы подзимнего посева. Осенью нам всегда хочется подумать о том, что будет дальше, что нас ждет весною. И, конечно, хочется, чтобы эта весна была предсказуемой, контролируемой, чтобы у нас все получилось так, как мы хотим. И для этого мы будем сеять часть растений под зиму. Какие растения следует посеять именно поздней осенью? Но прежде всего поздней осенью высевают растения, семена которых требуют стратификации. Многие из вас наверняка сталкивались с тем, что вы приобретаете семена дельфиниумов, семена прострелов, купальницы. И при посеве весною эти семена не прорастают. Семена различных луков также не очень любят длительного хранения. И семена многих видов растений нуждаются в стратификации. Что такое стратификация? Это процесс, который повторяет собой естественное поведение семян в природе, которые созревают осенью, высыпаются, попадают в почву, хранятся во влажной почве на протяжении зимы, промерзают, оттаивают. И после этого весною они прорастают. Если такие семена мы храним в сухом помещении, в теплом, они не проходят вот этого естественного процесса, и семенная оболочка либо не растрескивается, либо не вымывается. Вещества, которые препятствуют прорастанию семян, которые вообще в обычном цикле жизни растения вымываются естественным образом. Если семена хранились в сухом помещении, у нас не происходит вот этого процесса. Что следует сделать? Я вам подскажу, какие растения все-таки лучше посеять под зиму. Это будут все растения семейства лютиковые, в том числе дельфиниумы, прострелы. Это будут купальницы, растения семейства пионовые. Древовидные пионы наверняка многие из вас пытались из-за немногочисленных семян, которые имеются в пакетике, которые продаются, вырастить древовидные пионы. На самом деле это легко сделать, если у вас свежесобранные семена. Если вы приобрели пакетик древовидного пиона семена весною, тут шансов на то, что он зайдет, практически нет. Поэтому либо вы попросили у соседки, либо где-то собрали эти семена, найдите семена древовидного пиона осенью и посейте их под зиму. Также под зиму высевают семена многолетних луков, таких как лук медвежий или черемша он называется, лук афлатонский, декоративный лук, лук розенбаха. А вот все эти луки, их семена для размножения можно высевать вот именно под зиму. Тогда они дружно хорошо прорастают весною. А кроме того, если вы пытались размножить лилии мартагон, вы наверняка столкнулись с тем, что эти очень интересные и красивые лилии, они не спешат размножаться луковицами, как обычные распространенные в садах у нас азиатские гибриды, восточные гибриды. Луковицы лилии мартагон, они дают очень маленький прирост деток. То есть дождаться от них размножения естественным путем, но это задача со звездочкой на самом деле. И для того, чтобы получить большое количество вот таких красивых и интересных лилий, которые можно выращивать в затемненном месте, можно попробовать вырастить их из семян. Как сортовые лилии мартагон, так и видовые образуют большое количество семян. И для того, чтобы они проросли, их также следует высеять под зиму. Какие растения еще можно высевать под зиму и нужно высевать под зиму? Но прежде всего, если вы занимаетесь прививкой плодовых растений, вам необходимо получить подвои. Ну, классические подвои яблони – это яблони-дички. Ну, либо это сеянцы яблони-антоновка, если вы не выращиваете яблони на клоновых подвоях. Обычные высокорослые подвои – это вот именно сеянцы яблони-дички. Для того, чтобы семена эти проросли, их высевают также под зиму. Также под зиму высевают семена груши, алычи, на которую прививают различные сорта сливы. Абрикосы прививают на алычу. Высевают семена черешни, на которую прививают черешню, либо сортовую вишню. Также под зиму можно высевать многие декоративные кустарники. Если вы хотите получить большое количество саженцев, например, для живой изгороди, барбариса, боярышника, бирючины. Семена вот этих культур также желательно посеять именно под зиму. Единственный момент – боярышник и шиповник – это культуры, которые очень часто у них не ограничивается время прорастания одним сезоном. Как правило, их год хранят смешанными с сырым песком в погребе, вот эти семена, а затем под зиму высевают. И только на вторую весну они прорастают. Барбарис, бирючина – эти семена легко прорастают при посеве обычным осенью. Что еще можно посеять нам под зиму? Ну, конечно, наверняка многие из вас сеяли под зиму морковь, чтобы получить ранний урожай. Сеяли быстро прорастающие однолетники, которые не переносят пересадки, которые являются холодостойкими, холодолюбивыми. Ну, это такие растения, как василек однолетний или посевной. Это такие растения, как мак самосейка. Маргаритки – их тоже можно посеять под зиму. Астры – некоторые сорта также хорошо переносят под зимний посев. Однолетний гипсофила, дельфиню маякса. Все эти культуры можно сеять под зиму, чтобы получить раннее весеннее цветение в каком-то месте вашего сада. Ну, даже не весеннее цветение, все равно они расцветут ближе к июню месяцу. Календулу также можно посеять под зиму. Но все-таки основной упор при подзимнем посеве следует сделать на культуры, которые без этого приема у вас не прорастут естественным образом. Также к таким культурам относятся семена многих хвойных растений. Если вы хотите попробовать вырастить на своем участке кедровые сосны, корейскую кедровую сосну, либо сибирскую кедровую сосну, их семена также прорастают только после стратификации. Для проращивания таких семян, которые могут привлекать мышей, очень часто бывает, что если вы сделали посев и не защитились от мышей, паши, посевы могут быть весной попорчены, есть определенные моменты. Семена кедровых сосен, либо семена, которые представляют интерес для мышей, ну, например, семена яблони, семена груши очень часто могут быть съедены мышами. Их надо смешивать с мелким гравием. Семенам это не повредит, но мышам это будет не очень удобно. И не будет неудобно выбирать семена из вот этой крошки. И посев мы производим в тот момент, когда наши грядки уже практически замерзли. Для этого саму гряду мы должны подготовить до того времени, когда она замерзнет. Вы можете вскопать грядку, когда у вас есть хорошая погода, есть свободное время, подготовили ее. Обратите внимание, чтобы это место не было слишком сухим в летнее время, поскольку, как правило, молодые сеянцы очень чувствительны к припростанию семян. Многие растения, особенно если они у вас, семена имеются в небольшом количестве, лучше высевать в плошки, либо горшочки, которые имеют достаточное количество дренажных отверстий, и вкапывать эти горшки прямо в почву. Высеваем мы вот эти растения, если мы высеваем в горшках, мы можем их посеять дома и просто прийти вкопать грядку. Если у нас растение, большое количество семян, например, мы высеваем для подвоев яблони, мы делаем рядок до того, как наша почва замерзла. Рядки должны быть достаточно глубокие, глубиной порядка 2 см. При посеве крупных семян, таких как древовидные пионы, либо кедровые орешки, глубина нашей траншейки должна быть около 3-4 см, чтобы наши семена были достаточно заглублены хорошо. И еще один важный момент. После того, как мы посеяли семена, как правило, мы заделываем почвой вот эту траншейку не до верха, чтобы весною наши посадки, они могут заплыть при таянии снега, они могут немножко вот разрушаться эти рядки, мы можем их не обнаружить. Для того, чтобы мы их точно видели весною и для того, чтобы семенам было легко прорастать, особенно вот у меня эта проблема часто стоит, поскольку у меня глинистая почва, она образует корку, и многие семена им весной очень сложно проклюнутся после того, как зимою земля слежалась. Вот чтобы не было этой корки, до верха, саму траншейку, я всегда засыпаю легкой перегноенной землей, либо землей, смешанной с песком. Она отличается по цвету от остальной грядки, и кроме того, ее качество, оно позволяет семенам легко прорастать. После того, как вы выполнили посев, обязательно разместите на рядках этикетки, на которых вы подпишите название культуры. А наверняка многие из вас сталкивались с такой проблемой, когда птицы обнаруживают ваши этикетки, они выдергивают эти этикетки, летают с ними, подпрыгивают, раскидывают их, и вы не можете найти. Поэтому я при подзимнем посеве редко очень использую фабричные пластиковые этикетки, поскольку они птицам очень как-то досподобы. Это не самое хорошее решение, когда вы весной придете, и не сможете обнаружить, что же вы все-таки там сеяли. Я делаю этикетки из деревянной либо брусочка, либо реечки, на которой название растений пишется простым карандашом. Простой карандаш не разрушается от солнечного света, не выгорает, не смывается дождем, но дополнительно, чтобы палочка сама не темнела, я всегда ее заматываю прозрачным скотчем. Под ней вот эта надпись сохраняется идеально на несколько лет. То есть если у вас даже семена не проросли в этом году, возможно, вы посеяли, например, древовидный пион, у него очень часто при пересыхании семена могут взойти только через год. Ваша вот эта палочка, она позволит вам сориентироваться и знать, что у вас здесь находится посев, и вы даже через год увидите, что у вас там написано. Но, кроме того, постарайтесь продублировать все свои посевы в журнале своих посевов. Старайтесь вести свою дачную, садовую жизнь правильно. Возможно, кому-то это покажется лишним, но когда вы делаете из года в год какие-то разные вещи, что-то забывается, что-то у вас не очень удачно происходит. Ведение вот этого дачного журнала, оно позволит вам накапливать и сохранять свой опыт. Возможно, вы тоже станете когда-нибудь сотрудниками нашего канала и будете делиться своим опытом. Желаю вам удачных подзимних посевов, удачных весенних всходов и хорошего лета. С вами была Анастасия Булис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.